Это объект. И засвечивает экран, выбивает всю электронику. И все приборы, электрические и электронику. И человеку пришлось высылать, руководителю полёта пришлось высылать воздух лидера, чтобы по лидеру заводили на посадку. Она была одета в этой скафандре. Как же она тут такая женщина? Я же хорошо разглядела её. А может он показал, что это скафандр? Да как, показалось ничего, не показалось роду. Такого не бывало, ведь она сначала вот как полыкалась. Я надеюсь, что эта программа, она позволит раскрыть все стороны этих аномальных явлений. И самое главное, чтобы она была такой же мужественной и честной. Что мы знаем о непознанном? Согласитесь, звучит парадоксально. И в самом деле, можем ли мы что-нибудь знать наверняка о том, что так плохо согласуются с нашим повседневным опытом, что доносится до большинства из нас лишь в виде обрывков сенсационной информации? Все мы слышали, видели, читали поступления исследователей, излагающих свои теории параллельных миров, рассказывающих о принципах движения НЛО, о происхождении снежного человека, наукообразные обороты, смелые гипотезы, блестящая игра ума. Но кому удалось изучить внутренности летающей тарелки? Кто смоделировал жизнь после смерти? Кто сумел воспроизвести в лаборатории полтергейст? Фактов и экспериментальных данных пока явно недостаточно для того, чтобы гипотезы встали на твердую почву знания. А другие, увлеченно взахлеб, рассказывают о контактах с инопланетянами, о полетах НЛО, о прочих чудесах. А здесь как быть? Как отделить правду от вымысла, субъективное от объективного, проверенное от сомнительного? И кому в конечном счете отдать предпочтение в нашей программе? Теоретикам или рассказчикам, очевидцам? Так вот, предпочтения не будет никому. Пусть выскажутся те, кому есть что сказать. И анализируя, сопоставляя, вдруг и в самом деле мы что-то узнаем о непознанном. Мы дала задача классифицировать виды неопознанных летающих объектов, определить их природу, этих неопознанных летающих объектов, и, так сказать, объяснить их природу с точки зрения существующих взглядов науки. Мы классифицировали на несколько разделов вот эти неопознанные летающие объекты. Ну, разделы эти, так сказать, равноправные, но один из этих разделов самый объемный. Он связан с действием, взаимодействием человека и природы, а точнее говоря, с загрязнением атмосферы. Вот это большинство из наблюдаемых неопознанных летающих объектов, из тех сотен неопознанных летающих объектов, которые попали в наш каталог, они были связаны с тем, что выбросы в атмосферу, вместо того, чтобы растекаться, как это предполагалось раньше, они уплотняются и начинают активное взаимодействие с атмосферой. Подобно грозовым облакам. Как в грозовых облаках накапливается энергия, так и в них накапливается энергия, только плотность ее гораздо больше. Настолько больше, что они начинают интенсивно светиться. Но свечение в видимом диапазоне занимает только самую небольшую часть выделяемой энергии, где-то порядка 2-3%. А большая часть энергии выделяется в сверхвысокочастотном диапазоне. Часть в рентгеновском диапазоне выделяется. И она промодулирована инфразвуковым колебанием. И вот эти излучения, они и вызывают явления, которые чаще всего не могут объясняться наблюдателями. Прежде всего, они вызывают явления, скажем, остановку автомобильных двигателей, искажения показаний приборов, авиационных приборов и даже выхода из строя авиационных приборов. А самое главное то, что многие наблюдатели, которые видят эти объекты, они видят их совершенно различно. В одно и то же время видят их совершенно различно. Это объясняется различным воздействием вот этого СВЧ-излучения на психику человека. Его искривление в психике происходит неодинаково, неоднозначно. А вот воздействие, скажем, инфразвукового излучения на человека, оно вызывает совершенно необычные, незнакомые нам явления, потому что на зрение, на органы слуха, на все остальные органы чувств, известные человека, это излучение не воздействует. Но оно воздействует непосредственно на внутренние органы человека, в частности на диафрагму, и вызывает настолько сильный и неописуемый ужас, что человек полностью теряет контроль над своими поступками. И в этих вот случаях, значит, вот больше всего наблюдатели это и описывали при встрече с неопознанными летающими объектами, предписывая это каким-то воздействием, так сказать, неземных существ. На самом деле, все это дело связано с нашими, с нашей деятельностью, просто это объекты мало еще исследованы. Второй вид неопознанных летающих объектов, которые больше всего наблюдались, связан с миражами. Миражи, как известно, вызываются появлением очень мелких частиц в атмосфере, которые резко изменяют преломление света в атмосфере. И то, что наблюдали, вот скажем, в пустыне, о чем мы больше всего читали, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что наблюдается, скажем, у нас в арктических широтах, когда отражение света и преломление света в мелкоигольчатых кристаллах льда, которые возникают мгновенно в атмосфере при охлаждении. Тогда настолько сильно искажается все то, что видит человек, вот эти миражи появляются, что они, можно, человеческое воображение может добавить все, что угодно. Вот, в частности, появляется что-то, сопровождающее самолет. На самом деле, это, собственно, отражение самого самолета на фоне вот этого возникающего еще прозрачного тумана. Человек этот туман не видит, а вот на его фоне уже это изображение появляется. Сначала оно имеет бесформенную, неопределенную форму, потом, когда туманы начинают уплотняться, он начинает приобретать форму самолета, это вот отображение, и вот то, что говорили американцы. Смотрите, он нас передразнивает. На самом деле, они видели, собственно, свое же изображение на фоне вот этого возникающего тумана. Это второй вид неопознанных летающих объектов. Третий вид неопознанных летающих объектов, которые вполне материальны. Это автоматические дрейфующие аэростаты, которые были очень модны, запуски их где-то в 60-70-х годах, которые очень часто попадали в наше воздушное пространство, эти автоматические дрейфующие аэростаты. Поскольку природа их была неизвестна, было указание нашего командования их сбивать. И все остатки от них поступали в наш институт, мы их исследовали. Ну и, наконец, некоторые виды этих НЛО мы, к сожалению, полностью квалифицировать не смогли. Из, ну, где-то там десятой доли процента, два-три случая мы полностью квалифицировать не смогли. Были и такие предположения, и другие предположения были. Вот. И перед нами стоял вопрос уже такой, чисто риторический. Как мы относимся к тому, что на Землю могут посещать инопланетные цивилизации? Во-первых, прежде всего мы начисто отбросили бытовавшую теорию о том, что Земля — это единственный колыбель цивилизации во всей Вселенной, это уникальное явление. Мы считаем, что это не так, и это не только наша точка зрения. Ученые считают, что только в нашей галактике таких планет, на которых имеется цивилизация по уровню не ниже нашей, по крайней мере, от 20 до нескольких тысяч планет. Однако, когда мы стали вести расчеты вероятности посещения нами этих цивилизаций и обратного посещения, то там получаются настолько малые вероятности, где-то 10-11 степени, 10-12 степени, что о них серьезно говорить, так сказать, не приходится. И утверждать, что на основе этих расчетов, что каждый день или хотя бы каждый год нас посещает инопланетная цивилизация, мы не имеем никакого права. Другое дело, что нас упрекает в том, что мы не на том уровне вели расчеты, то есть не учитывали, скажем, искривление пространства времени, не учитывали перехода в другие измерения. Но поскольку все вот эти утверждения сейчас пока существуют в виде гипотез, мы, конечно, это дело как в плане научно-исследовательской работы прикладывать не могли, не имели права. Одни гипотезы. И как, так сказать, не как специалист, а уже просто как любитель в этом вопросе, я считаю, что такое вот явление, в принципе, возможно, скажем, при искривлении пространства времени вблизи черных дыр. И переходы будут гораздо более быстрые, и вероятность это значительно повысится, посещение нашей планеты другими цивилизациями. Но, к сожалению, все это на уровне гипотезы. Наиболее ортодоксально настроенные люди считают, что это просто мы не можем подвести под одну из существующих классификаций. У нас не хватает для этого просто аргументов. А все-таки это относится к тем, к каким-то классификациям, о которых я говорил. Вот. Наиболее настроенные, так сказать, прогрессивно, будем так говорить, люди, считают, что это все-таки связано с неземными цивилизациями. Вот. Ну, возможно, и то, и другое, в принципе. Я так думаю. Вечно. Мы собрались на Марину Попович, приполковника, представитель ПВО, представитель авиации, представитель сухопутных войск, топограф. Чтобы еще раз обсудить большой Маринан опыт, огромное количество фотографий, которые касаются давно интересующих всех проблемы, НЛО. Мы на своей территории бывшего союза наблюдаем третий пик НЛО. Это 67-68 год, первый пик. 78-79 год, второй пик. 89-91 год, третий пик. И одновременно с этим, когда у нас, с одной стороны, гласность появилась, и мы можем теперь и показывать людей, и фотографии, и говорить, и с другой стороны появились в печати обозрения, в которых пишут, что на Западе интерес к уфологии пропал. Что там сокращается финансированные организации, сокращаются общественные организации, уменьшается количество экспериментов, уменьшается количество наблюдателей. Мы пользуемся тем, что Марина у нас является президентом ассоциации, среднеазиатской ассоциации уфологов, что она у нас очень много гостит по приглашению официальных государственных организаций уфологических зарубежных стран, часто бывая за рубежом. Вот первый вопрос. Действительно ли за рубежом уфология сдает свои позиции? Мы знаем, что в 87-м году отметили 40-летие уфологии. И вот такая статья. Действительно ли это так? Вы знаете, на некоторые статьи, которые у нас появляются, у меня с некоторых пор появилось скептическое отношение вообще. Помните, писали «Кибернетика», «Лженаука», даже в энциклопедии мы читали. Так что иногда, что пишут, не всему нужно верить. Я хочу сказать, что будучи на четырех конференциях и на двух конгрессах уфологов, я должна вам доложить, что с младенческого возраста наука уфология вышла. И сейчас она, так сказать, обретает крылья, и, надо сказать, очень мощные крылья. И крылья эти опираются не на воздух уже, а на человеческие знания, на человеческие мысли, соображения и очень много документальных факторов. Так вот, вы говорите, что в Америке упало, так сказать, интерес упал. Там снято 40 фильмов, написано сотни книг. У меня вот, если вы посмотрите потом, я вам покажу, мне подарили 15 книг. Подарил командующий, который первый прилетел на то место, где упали впервые, разбилась тарелка в Нью-Мехико, и там были найдены трупы. Но два в капсуле осталось. Вот нам показывали фотографии, у меня, в частности, слайды есть, что все-таки это сохранилось. И неправда, что затихает, так сказать, два конгресса уже было. С 1953 года Америка строит тарелки и летают тарелки. Правда, они летают на электромагнитной тяге, и летают они не на очень больших высотах. То есть другим мирам они еще не пробрались. Сейчас вот при всей сложности, при всей очень сложности нашей финансовой, у нас много очень проблем, как вы знаете, экономических проблем, социальных и каких хотите, даже нравственных проблем. Вот. И тем не менее, открыт центр по изучению одной из направлений, торсионные, так сказать, направления торсионные двигатели изучаются, и торсионные поля. Вот там, где я работаю сейчас консультантом. Это гражданское заведение? Это гражданское заведение, возглавляет его Анатолий Евгеньевич Акимов. И мы работаем, так сказать, над созданием. Генератор уже построен и строим двигатель, торсионный двигатель на вращении и так далее. Если вам будет это интересно, вы можете приехать к нам у гостя в наш центр, и вам Акимов более подробно все расскажет. Я вам просто сказала, что не увядает и не угасает информация об НЛО. Мало того, вот у меня десятки и сотни слайдов, фотографий есть. И даже совсем недавно, Станислав Иванович, совсем недавно, это в марте, вышла книга в Германии. Самое знаменитое издательство «Хербик» в Мюнхене выпустило книгу. Чью? Книга моя. Материалы и ваши, может быть, есть по материалам советской печати. Есть фотографии наших фотографов, реальные фотографии, но, надо сказать, попадаются и лжефотографии. Вот, Станислав Иванович, покажите-ка очень интересные фотографии. Я даже обрадовалась, как явно видно, что летит вертолет и висит Огненло. Но оказалась бутафория, оказалась блеф, летающая тарелка из пластилина. Вот мальчик с таким серьезным видом показывает налетающую тарелку над лесом, сморщился, очень ему даже интересно. Но, оказывается, это пластилин. И он это прекрасно знает, что методом наложения сделана такая фотография. И такие тоже есть. Но есть книги, как вы видите, замечательные книги. Вот я встречалась, посмотрите, есть у меня фильм даже, Билли Майер. Человек, который потерял руку, левую руку, и живет уединенно в Швейцарии. И однажды он вышел на поляну, а там повисла тарелка. И так, вы, наверное, знаете о нем. И он, вот Виталий Павлович Хриверюш, военный представитель наших, так сказать, военных органов, который занимался непосредственно НЛО. И вот как он уже мне рассказывал, что все-таки 10% неразгаданных из всех тех аэростатов, гирижаблей, ракет, болотных газов, всевозможных управляемых зондов, зондов, зондов и так далее, зонды и зонты и так далее. Вот и все-таки 10% неразгаданной информации. Поэтому мы считаем, что это летающий объект, Виталий Павлович. Я, например, настолько уверена, потому что сама видела. Знаете, меня никто не переубедит никогда, потому что это шокирующее состояние. Можете представить, в горах абсолютная тишина, ночь. И вдруг появляется звезда, которая вдруг начинает лететь зигзагами. А потом раз остановилась над нами, у нас там было 40 человек, и рядом еще военная была экспедиция. Я ходила в поисках снежного человека. Повисла прямо вот над нами и высветила. Высветила нас дважды лучом мощным таким. И ушла опять зигзагом. А мы все остались с открытыми ртами. Потом, братцы, так это же НЛО. Самолет не может остановиться, а вертолет не может такими скоростями летать. Скоростями летать. Вот как. Никакого спадения интереса к уфологии нет. И более того, я хотел бы добавить, не только не падает интерес, он иногда даже искусственно подогревается, этот интерес. Вот эти два случая, о которых я, кстати говоря, меня просили дать комментарии. Это случай с якобы выловленными космонавтами времен Третьего рейха. Этот случай. Случай со сбитой летающей тарелкой над Южноафриканской республикой. Калахари. Да, к пустыне Калахари. Вот эти два случая, это объясняет то, что люди иногда подогревают этот вопрос. Явно блюхуют в многих случаях. До того, чтобы интерес к этому, может быть, не пропал, а может быть, отвлечь людей действительно хотят. Ну, вы знаете, с Калахари я с вами не согласна. Я встречалась с летчиком, который непосредственно прилетел на место катастрофы, вернее, на место посадки тарелки летающей. У меня есть здесь эта тарелка, значит, вот, которая была над Калахари. У нас противоречий нет, Мария Григорьевна. Противоречий нет. Ну, другом. Дело только в том, что каким способом его сбили. Да, когда вы начали говорить, каким способом его сбили. Ну, вам говорили лазерным оружием? Да, лазерным оружием. Нет, магнитным, лазером скрывали. Я уже сказал, что лазером это дело сделать они никак не могли. Ну, это правильно. А я беседовала с летчиком, который непосредственно прилетел на место падения тарелки, и он входил даже вовнутрь тарелки, и у него нет основания ему не верить. Очень симпатичный капитан Юаровской армии, у него отец генерал, и он летает на вертолетах. Он приземлился, когда рассказывал, ну, к этому относится сегодня тема, можно об этом немножко рассказать? Я хочу сказать, что это произвело, когда он выступал, произвело потрясающее впечатление. У меня, к сожалению, вот очень потрепался рисуночек. Ну, вот такая тарелка была сбита, которая висела над подводной лодкой. Не сбита. Она сама собой упала. Они присутствуют при этом. Все понятно, но мальчик, с которым я беседовала, он говорит, что сейчас всячески замалчивается информация о том, что сбили магнитным оружием. И почему замалчивается? Потому что магнитное оружие выпускает та страна, которой запрещено это делать. Так что, Станислав Иванович, я беседовала лично с летчиком, я ему доверяю. Честное слово доверяю. Он рассказал очень много интересного. Сказал, как она падала, сказал, как заклинила дверь, сказал, какие там были два существа. И рассказал, что самое интересное, что на первой палубе они нашли еще одного существа. Моя ванна лежала. Совершенно верно. Лежали в какой-то жидкости, типа глицерина, желтоватой жидкости. Даже, как он говорит, попробовали на вкус, немножко сладковатая жидкость. Лежал он в литургическом сне. Один удар в минуту. Человек взрослый, высокий, блондин, землянин. Один удар в минуту в литургическом сне. Сколько он там пролежал? Когда мы разъезжались, я его спросила, ну что-нибудь. Главное, теперь этот человек нас интересует. Как он попал, что он помнит. А он говорит, что через месяц он отреагировал на норвежскую речь. Вот его информация. Я бы могла много деталей рассказать. Всех очень интересно. Я об этом напишу обязательно. Вот тарелка, например. Это же ясно не образование. Тарелка над курилами. Видно прекрасно, что это не облачное образование. Есть у нас оппоненты и очень злые иногда, Виталий Павлович, которые говорят, ну знаете, у вас крыша поехала. Сейчас летчики почему мне много пишут? Я книгу написала, в основном здесь летчики говорят. Потому что, как только скажет летчик, что видел в полете, или, не дай бог, она перехватывала меня, или, не дай бог, крутилась в корпус самолета, сразу в Цибелис, в центральную больницу по реабилитации, или в сумасшедший дом, в худшем варианте. Летчики, которые видят коллекцинацию, в воздухе не нужны. Например, вот снимок проверенный всеми, так сказать, специалистами. Снимок действительно, и школьник из Саратова. Я хотел бы несколько расшифровать мои умозаключения по поводу сообщения о зарубежной печати, что в 90-м году американцы выловили в океане кабину с тремя астронавтами на борту. Судя по их сообщению, там было три человека, которые были в бессознании, после того, как вывели их в нормальное состояние, то они сказали, что они из Германии, запущенные в 43-м году, Гитлером. Они сохранились по возрасту, как будто 47 лет и не летали. Но не обнаружено никаких устройств, которые бы говорили о том, что у них были запасы воды, запасы питания, не было никаких регенерирующих установок для восстановления. И вот, казалось бы, это сплошная мистика, потому что с 56-го года, когда начали осваивать космос, то стали делать приборы для слежения за полетом спутников, их деталей и так далее. И сейчас устройство позволяет на расстоянии 36 тысяч километров фиксировать объект 7 сантиметров в диаметре. И такой огромный объект, 2,5 метра, который летал 47 лет, и чтобы его не видели, это, конечно, абсурд. Это абсурд, безусловно. Но основание есть. Теперь об основании. Минуточку, сейчас скажу. Так. Как могли все следящие системы не обнаружить этот объект? Ведь созданы каталоги. Каждого элемента, который остался в космосе, есть перечень, есть описание, параметры полета, его параметры. Сейчас, но так с 56-го года. Мы должны были отследить. Даже американец, который в космосе возвращал спутник связи, выходил в открытый космос, уронил гаечный ключ. И этот гаечный ключ зафиксирован в перечне. То есть в космосе отслеживается все. Как же объекты смогли... Сейчас объекты влетают. Больше 10 тысяч. Наших? Нет, вообще. Вообще всех. Обломки, фронемы. Да, детали, обломки, заглушки там, рассыпавшиеся, уничтоженные. Это тарелки летающие. Все там, да. Все это летающие. Потом это входит в атмосферу. И сейчас, конечно, мы видим, как летающие тарелки. Так вот, два момента. Первый момент. Могли не наблюдать этот объект, но это, конечно, очень схематично. Если запустить искусственный спутник Земли или кабину на высоту 36 тысяч километров, то она будет летать только на одной точке. Она будет висеть. Висеть, да. Она была над Москвой, и она будет все время с Москвой настаточной ходить. Это первый случай. Но он не оправдит, конечно, что мы за 34 года не увидели. Второй случай, если этот объект как-то оказался в точках вибрации. Это мы знаем нулевое притяжение. Главное, равное притяжение. Да, равное и там он может бесконечно существовать. Но два вопроса. Как он там появился при запуске с Земли и как он оттуда ушел. Ну а теперь какие основания для того, чтобы ну хоть что-то есть, основания сказать, что немцы могли запустить такой объект в 1948 году. Ведь мы помним, что Германия вела очень обширные научные исследования. Шел разговор о создании атомной бомбы. Тогда было создано оружие возмездия. Фау-1 это летающая ракета. Именно она называлась оружием возмездия. Которая летала на расстоянии 320 километров на высоте 2 километра. И было сделано 10,5 тысяч Фау-1 которые были запущены на территорию Англии и 3200 достигло цели. Затем они создавали ракету Фау-2. Это одноступенчатая баллистическая ракета. Скорость ее была стартовая 1,7 километров в секунду. Это 4 раза меньше чем положено стартовать чтобы уйти от полиции от полиции от полиции от полиции но тем не менее это уже тот же порядок. И высота полета 100 километров а это космос. Это космос. 90 километров космос. Так и были данные они сейчас до сих пор не раскрыты что американцы делали двуступенчатую ракету. Дальность полета которой 5000 километров. Так что нет дыма без огня. нет дыма без огня. Я бы хотел только добавить к тому что говорил Станислав Иванович по поводу вот этих трех космонавтов. Значит осуждение в качественном плане проверялись расчетами. Оказывается что Фау-2 не могла запустить даже такой корабль на каком взлетел Юрий Алексеевич Гагарин. к сожалению по своим параметрам. А запустить корабль с тремя космонавтами мощность должна быть увеличена. Кроме того то что вы говорили о скорости это один и тот же порядок действительно 1,7 километра но до первой космической скорости далековастенько далековастенько которая принципиально не могла летать вне атмосферы ей нужна была атмосфера для работы двигателя. И вторая с твердотопленным двигателем который хотя и не требовал кислорода но продукты тем не менее требовал. Это слайды. Ко мне приехал один руководитель полетов заместитель начальника летной части приехал и привез несколько снимков. Во время учебных тренировочных боев на самолете МиГ-21 это недалеко от Воронежа только нацелился летчик вот видит уже цель уже она 3 километра 2 километра приближается нужно открывать огонь условный условная цель тренируется ночью значит вот высота 8 тысяч 8 тысяч высота 100 метров скорость 550 самолет МиГ-21 и вдруг появляется объект и засвечивает экран выбивает всю электронику и все приборы электрические и электронику и человеку пришлось высылать руководителю полета пришлось высылать в воздух лидера чтобы по лидеру заводили на посадку это уникально никогда не удавалось летчикам снять здесь он снял причем если самолет на локаторе появляется маленькой точкой то здесь вот подтвердите здесь огромная светящаяся чечевица обратно четверть кадра четверть кадра занимает то есть на половину экрана вот такое засняли уникальные снимки засветка мощная засветка выбили из строя мало того прервали полеты разобрали что такое было летчик в обоусознание не терял все возобновили полеты и тогда тарелка повисла над командным пунктом и выбила из строя весь командный пункт это тоже очень интересно но увы фотографии не получились опыт 25-летнего изучения уфологии проблемы НЛО показал что этих случаев сотни тысяч видели наблюдали миллионы десятки может быть сотни миллионов людей и мне кажется что это просто верхушечка айсберга то что нам умеют показать и то что мы умеем видеть а все основное находится внизу то что мы не видим и вот вся эта проблема НЛО в рамках одного государства она просто неразрешима потому что мы видим одни аспекты одни грани НЛО другое государство видит другие и до тех пор пока военные всех стран не рассекретят свои банки данных не рассекретят свои лаборатории которые усиленно изучают но мы знаем зачем они изучают каждый хочет создать свою тарелку чтобы иметь преимущество над другими пока мы не объединимся пока мы не рассекретим мы эту проблему не решим я только что вернулся из Нью-Йорка у меня было очень много встреч и некоторые встречи мне очень запомнились тем что я услышал от американцев о передаче непозданная вселенная и оказывается ее смотрят знают наши передачи и очень этими передачами интересуются здесь для них даже может быть неожиданного ничего не было потому что у них есть такого же плана передачи это дискайвер у них называется и некоторые новые продюсеры и режиссеры с которыми пришлось нам встречаться они заинтересовались контактом вот непосредственно с этой передачей и хотели бы наладить уже конкретные отношения и может совместные действия чтобы это было постоянной передачей совместно с американской телевидением я представляю фирму Интерсорт Партнер и являюсь президентом по Восточной Европе и с этой фирмой и с Беркли колледжем мы открываем московское отделение при московском авиационно-технологическом институте и масса специальностей у нас там будет открыта первое из них конечно то что сейчас нас волнует это бизнес новая экономика которую мы хотим сделать в России но также и специальности которые связаны и с наукой и с теми и с изучением тех явлений которые пропагандируют и показывают ваши передачи это и есть сенсация скажет иной зритель после красочных рассказов про тарелки и гуманоидов мечущиеся над горизонтом пятнышко с едва различимыми контурами что ж интервью с гуманоидом будем надеяться еще впереди а то что вы видите на экране это подлинный документ документ встречи человека с тем что дразнит наше воображение и ускользает оставляя в смятении рассудок многие из вас посмотрев следующий сюжет подумают это уж слишком настоящая фантастика да и мы во время съемок слушали рассказ пожилой костромчанки как красивую сказку послушайте и вы и подумайте может ли так убежденно и ярко говорит человек ничего такого на самом деле не переживший а выдумавший все от первой до последней буквы два часа ночи собакочка залаяла я встала пробудилась посмотрела в окно сперва поглядела здесь никого нет у сарайки у меня порученок думаю это не влез ли кто в сарай не посмотрела нет смотрю сюда лежу что это такое колышется так так вниз то вверх там вниз то вверх ну я тогда думаю что окно открыла думала мужчина пьяный думаю голубой короткий забрался я ему крючок открыла я говорю вылезай куда ты в грядке спрятался я говорю и спать кассовесь а потом мне страшно сделать думаю не стоит ли кто еще думаю меня бросит чем лежу поколухалась поколухалась и потом прибуднялось уже выше забора здесь она посломила а вот она вот так наискосок прямо сюда перемахнула и за сараем за которым она тут была уже я не знаю где она переоделась когда она переоделась она уж вышла сюда она вот сюда уж вышла здесь она тут постояла она вот это вот место перепрыгнула и сюда вот здесь вот она а мне уже из окна не видно мне интересно было как бы она как переоделась и она вот шла вот как раз возле собачки прошла собака не лаяла здесь прошла возле сарая и сюда вот за кочегарку тут у нас кочегарка приделана она с чего уж тут искала не знаю она постояла тут она долговато постояла чего она оглядывала или в кочегарке или вот это место она тут все стояла постояла и потом она отсюда вот так и шла я думаю ну слава богу женщина-то выходит тут со двора думаю чего она тут делает ей и она вот так как раз мимо окон и шла все мне из окна то все видать она уж повернулась а так и видать волос то у ей черный был такой здесь вот так тихо-тихо шла как я я ей не кричала уже ничего вот она дошла вот сюда вот сейчас я покажу где она перемахнула где были следки у нее я думала она сейчас в калиточку уйдет у нас она в калиточку не пошла ее как ветром подняло как подняла так прыг сюда вот я тогда и скрещала говорю ты долго будешь блондиться я говорю милицию вызвала по двору и она сразу сюда вот тут свет уже был цветок сюда и чего она вот тут еще немножко вроде как поискала чего а на ней было я хорошо разглядела как вот это как космонавт это одетый на ней был значит это как он называться забыла выдалась скафандра на голове это и обручок такой светленький и стеклышко так в лицо то было и она так вылегала тонко тонко просто а когда она вышла лежит женщина идет кортка на ней черная брюки значит надеты и брюки то еще я разглядела не чисто гладкие а еще как набивные на ней сероватые у нее такие брюки скажите а может быть это просто какая-то женщина зашла к вам так какая женщина когда она была одета в этой скафандре так как же она тут какая женщина я же хорошо разглядела ее а может он показал что это скафандр да как показалось ничего не показалось роду такого не бывало ведь у нас сначала вот как колыхалося бледно-голубое как это может казаться а потом у него весь рост она вытащила вот мне что хотите я еще до сих пор это не забыла вытащила такой инструмент и вот промежь этих начала Галя Нижна видела она думала что женщина пьяна мол платком машется в огороде а собака то у меня на другой день она долго не отходила а вы вообще-то верите вот в инопланетян верю я же сама собственным глазам видела а может кто-то пошутил да кто шутить будет 20 часа ночи милый мой кто к нам пойдет я думаю куда ее принес и она такая солидно в куртке там вышло лицо ей такое кругловатое не то что какого козы руки не длинные если бы было у меня чем я не уходила от окна если ребята бы были конечно я бы могла а внизу Миша тоже на работе была Галя соскочила дедок разбудили собаки Галя Срезы с того куста смородины, который оказался примятым, опускающимся модулем, на который она прилетела, сделали фотографии. Судьба всего этого несколько удручает. Почему? Я сейчас объясню. Фотографии остались. Кстати, вот и фото куста смородины, на который была сделана посадка модуля, и фотографии следов приземления инопланетянки, когда она вознеслась и опустилась на огород Марии Александровича Румянцевой, мною были предоставлены в распоряжении нашего крупнейшего биолокаторщика Николая Николаевича Сочеванова. Он пробиоцировал эти снимки и установил, что при фоновом показателе 90-100 градусов непосредственно следы дают поразительный результат. 960-1110 градусов. Рамка буквально делает три оборота. Ну и по его мнению, и в общем-то так оно и действительно очевидно, это говорит о присутствии мощной внеземной, безусловно, энергетики. А вот со следами образцов грунта, и с контрольными, и с настоящими, как говорится, более чем не повезло. Я обращался в несколько научных учреждений Москвы, везде встретил непонимание. Значит, мне очень любезно, с учетом моей должности, очевидные звания говорили, что я не по адресу обращаюсь. Это не совсем их дело, хотя и рады мне помочь были бы. Вот, ну, короче говоря, после долгих перипетий я пристроил вот все это для исследований союзов и центров. Ну, увы. Как потом выяснилось, все эти образцы не были исследованы и оказались утраченными, утерянными. Как жаль, что это время вожделения с рождением души живет и мыслит в нас. Оставь свои страдания, уйди от благ и восхвалений, услышь мой глаз. Дио, как все, до которой стаканы массы. И из этого отделяются какие-то массы. До этой массы, другие массы, отделяются другие массы, меньше. Похожие фоки артифичали. Ну, как салют, более-менее, она говорит. Финка ся рива, а л'энергия сингола. Пока не дойдет дело до единичной энергии. Финка ся рива. КОНЕЦ КОНЕЦ